Чёрный язык, вы знаете, что это такое? Да! А я не знаю. Вот, но честно не знаю. То есть мы знаем что-то, что чёрный язык... Да, но что внутри-то, мы не знаем? Внутри, внутри... Алтаписинка, бесконечная порция спотея, бесконечная терпения на транс-воды. Физика это не имеет. А на физико-регулировке мы не знаем, есть ли это на самом деле. Потому что в принципе мы можем из чёрной дыры развивать свет. То есть... А ещё чёрная точка есть? Это бывает. Есть ещё чёрная точка. Об этой коже я слышал поговорить. Как её можно сделать? Её можно сделать какой-то способ. В теории, какой есть, да? Да. У нас должен быть самый мешочек экзотической материи, Которую мы должны поддержать известный брошек, Чёрную беру, образующуюся, ещё не образованную образующуюся. Тогда мы можем измерить. Здесь её очень разочная. Но это экзотическая материя, просто специфичная вещь. Поговорим так. Это вот в каждом детстве хорошо воспринимается. То есть к тебе больше не было в этом относительно? Для образового вырастают со Вселенной? Значит, чёрная дыра, это... Они бывают в маленьких звёздных масс. Это там примерно три массы солнца и больше. Либо они бывают сверху шире. Об этом мы будем сегодня говорить. Это массы... Миллиарды массов. Тёрная материя. Тёрная материя. Это некий необычный факт. Да? Да, да. Что массе не даётся набрать скорей. Матность может быть. А масса нет. А быстренько скорей. Что? А быстренько скорей. Ну, не то, чтобы быстренько скорей. Нет. Считается минимальчиком пространства, в каких-то я вам про них говорю, то которые могут добраться. И если плотность будет посиневректора, то, скорее всего, просто начнёт состав другой системы и другой зверей. Мы не сможем её создать. Я бы не делала... Да. Как изменяется масса черных объектов? Масса черных объектов изменяется по закону Кемпера. Небесный франик это делает. Делаются калибровочные режимы. То есть, на самом деле, просто масса черных объектов измеряется по скорости звёзд. Например, Марса в центре нашей галактики, у Марса черных объектов измерена по 11 звёздам, которые вокруг не любят. Звёзды отбегают черную дыру от 11 лет до 30 лет. 40 лет вела эта программа по измерению звёзд. Измерили, построили орбиты. Посмотрели, с какой скоростью они двигают. Решение сдачи двух тел. Глоб определяется масса. Дальше нужно доказать, что это чёрная дыра. Чёрная дыра доказывается просто... Нужно представить, в каком объёме она сидит. Ну, массу знаем, а мы не знаем, вот чёрная дыра. Теперь у нас есть набор разных галактик, которые мы можем проверить скорость газа по линиям. Потому что когда газ вокруг чёрного превращается, он изучает в особую длину. Чем больше скорость, тем шире длина. Потому что они не длины, они привязывают, узнают, что власть вращения, оценивают массу чёрной дыры. Дальше это всё наносится на некоторые экраны. Измеряется светимость. Оказывается, светимость массой газа. Чем больше массы, тем больше светимость. Строится хребровочная пиваль. Измеряется светимость центра галактики. Говорите, какая у нас чёрная дыра? А вначале всё честно. У чёрной дыры нет. Газ, когда вращается вокруг чёрной дыры, он не власть, а ещё вращается. Он очень сильно вращается. Значит, тёмная материя. Знаете, что такое? А я не знаю. Но я рассказываю сейчас. Мы будем к этому возвращаться, к тёмной материи не раз. Значит, вообще материя, вообще вещества. Вещества Вселенной в энергии Вселенной — 30%. Энергия Вселенной — 100%. Вы смотрите, всю энергию, это 100%. 30% здесь неё — вещество. Видимое вещество — только 4%. 26% — невидимое вещество. Значит, видимое вещество — это то вещество, которое излучает свет. Свет излучают определённые частицы, то есть, барионы — те, которые создают спамят. Ну, понятно, электронов по массе очень мало. Электрон там в 2000 раз легче протонов. Вот. Поэтому не важно либо барионное вещество, либо видимое — это одно и другое. Светящие, если говоря. Ей осталась вся невидимая часть. Как про неё узнать? Она взаимодействует с радиационной. То есть, мы видим, как вращаются звёзды в галактике. Звёзды в галактике вращаются вокруг центра. И если бы... Вот мы сочетали с мячением всех звёзд, мы сочетали вот эти звёзд, и если бы звёзд было значительно меньше на краях, то вот, если масса соответствует звёздам на краях, то тогда края должны были вращаться медленнее. То есть, они бы отставали. Но оказалось, что они вращаются так, как будто масса не изменяется от центра галактики, будто там ещё что-то есть. Ну, раньше думали, что что-то там пропущено, какие-то коэффициенты, оказалось, что отношение массы по-ландийски, как это назвали, «барион», отношение невидимой массы к невидимой приблизительно 6 раз. Ну, 24% из вещества, 26%, 4% — это вещество, 26% — это невидимое. Вот в галактиках, практически во всем. Оказалось, что тут же самое есть в скоплении галактики. Галактики бегают вокруг центра, и они двигаются вокруг центра в какой-то массы больше, а мы её не видим. Оказалось, что для того, чтобы собрать галактики в скоплении за время существования Вселенной, можно что-то добавить, чтобы быстрее всё всыпалось. Ну и стало понятно, что так и есть. Есть ещё один интересный элемент, а второй, я его сразу сейчас взглянулся в конце лет. Тёмная материя — это вид материи, который замодействует только традиционно. Но есть одна потрясающая вещь, и связана она с тем, что на землю падают частицы. Материя — это то, что существует... А что такое материя? Материя — это то, что существует... Минерия. Нет. Материя может иметь массы. Значит... Так, я делаю это на маленькое степень. А что происходит, что у меня материя — это материя? А что это материя? Значит, если вы откроете философские соломари за разные годы, допустим, в 1953 году вы узнаете, что материя — это то, из чего состоит протоны, атомы и электроны, а свет — это энергия, то сейчас физики вам скажут, что свет — это то, что материя. Поэтому вы берете словами. И, как сказал профессор препоражательский, в топ-предел. Значит... Энергия и материя — это эквивалентные понятия. Это одно и то же. В этом плане, конечно, материя — это все. Гравитационные волны, которые играют искривением в пространстве по времени. То есть у нас лежит волна в пространстве, и первое сверление уменьшается, подышь увеличивается, идут завивления, и сейчас прямо в пространстве. В каком полночем лету, может идти такая волна. Это тоже материя. То есть любой носитель энергии является материей. В физике сейчас Эйнштейн показал эквивалентность между материя и энергия. Формулу знает, и я объявил цепата. Да. И тот же вопрос, если материя, что это все еще произойдет, то, конечно. Терное? Это следующее слово «темное небо». Но я считал, что такое черное материя. Значит... Потому что наши вопросы относятся открыты. Оказалось, я могу сказать, оказалось, что земную материю плодает частиц. И частиц там очень много. И энергии у них такие, что хочется сказать, что они приходят из очень далеких. Как говорится, они имеют космологическое распределение. Они приходят с очень больших расстояния, негарных расстояниях. Это имеет такое распределение энергии, массы и количества частиц. Равномерно во всей стране есть какое-то равномерное распределение. Это, скорее всего, темная энергия. Ну, как темная материя может породить частицы, если эти частицы видимо невидимы. А темная материя невидима. Тогда есть такая репост, кстати, физическая гипотеза, не астрономическая, что темная материя состоит из основных частиц. Тяжелых их назвали «вы». 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 «взаимодействующие массивные частицы». Они пролетают впоследствии взаимодействия как нейтрин. Но нейтрин имеет очень большие массы. А это очень большие массы. И летают они медленные. Нейтрин почти со скоростью следует. когда определяется так, что темная материя это частицы, которые взаимодействуют инкредитационно и участвуют в словах взаимодействия. Они могут превращаться в столкновение друг друга в другие частицы, которые уже нам прилетают. Эта гипотеза не подраздена, но что такое темная материя, все, что я знал, можно сказать, я вам рассказал. Темная энергия. Знаете, что такое темная энергия? Нет. Да. Что это сила, благодар которой наша Вселенная расширяется? Расширяется не просто. Ускоряется. Ускоряется. Наша Вселенная расширялась всегда, но не всегда ускорялась. Вот то, что заставило ее ускоряться, это некоторая сила, про которую мы всего не знаем, что она заставила ускоряться. И мы знаем, что она по всем направлениям действительного поэтому ее называют иногда скалярный ход. И не то, что я имею в виду. Это некое холе, которое всегда везде действует. Вы знаете, что эволюционное холе действует зависит от направления. Электромагнитное холе, электрическая ремонтная от расстояния зависит. А скалярное холе ничему не зависит, оно просто есть везде и все. И оно расталкивает вселенную ход действия одной и той силы и расталкивается с холением. Если оно будет доминировать и дальше, ничего не случится. Вселенная очень легко. Вы раз увидели, что луна исчезла и вас уже нет. Вы смотрите, за 10 лет до вас исчезла туманная центрометная до вас. За 5 лет после этого исчезла у вас млечный путь. Потом завтра у вас исчезли какие-то звезды. Ну, раз вы видите, луна начнется, сила, если темная энергия не термирует стрелять, она открывается почти вертикально. Она преодолеет силу, которую держит атом. когда она разорвет дату, тогда вы исчезли. Ничего не будет. Она нехитная вещь. Об этом мы поговорим завтра. я задаток скажу. Значит, если эта сила действительно так будет действовать, то она начнет разрывать пространство. И фактически в каждой точке пространства она распрояется только вселенной. Вселенная вообще бесконечное число не будет аместить. Было аместить и будет бесконечное аместное вселенной. Это докажет физически. Мы не можем пока Но прогнозы будем делать завтра. А почему это не темная? Темная, потому что ее нельзя увидеть. Ее можно зафиксировать только по скорости ударения галактики. Только поэтому она темная. Кроме того, темной материи, как я сказал, приписывают некоторые частицы нерегистрируемые темные. И существует этот набор частиц. Дальше мы берем темную материю, темную энергию соединяем вместе. И когда мы говорим о чем-то, что у нас есть неизведанная мысль соединяем темный сектор. То есть темный сектор это темная материя это мысль темная энергия. физики используют общие понятия. Темная эпоха помните? Да. Дальше ой зла. Нет. ой зла. Если успеем, я сегодня коротко скажу, но оси зла у меня посвящено два или три слайда завтра. Особое расположение приятного великого излучения. Какого? Злоб. Злоб? Так. Я не могу сказать, я буду сказать и сегодня. Вы знаете, какой Джордж Буз? Да. А какой из них? Старший. 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 Вы помните его выражение? А вот эти страны мы назовем вашей славой? Нет. Не помните? Да? Он на канале отметил некоторые страны. которые диктатор всережимов. И сказал что решить соединить и строить все страны влажаться на электровую осень. Настал это место осень славы. В это же время на положении на на карте великого излучения выдаст особый гадр который очень сильно положительно напоминает положение этих стран. необычно статья физического журнала который назывался тем им близимся из кем существует. Это очень интересная вещь как она могла возникнуть среди может быть связана с особой формой нашей вселенной а может быть мы просим внимание великая ничто это тоже особая область пространства тоже открыта благодаря что отклонюсь еще раз слышали такое клоничные дефект бумажка не нужна бумажка не нужна бумажка мы идем трехмерная 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 бумажка что мы двумерные человечки на эту бумажку значит все нормально никаких разрывов берем иголку но это не иголка и прокалок маленькая точечка есть маленькая точечка очень маленькая это нольмерный топологический эффект то есть если мы были маленькими человечками мы пошли шли раз в этом месте мы бы не смогли поставить ногу а там ничего нет теперь писать это я разрываю это у нас получается вот мы идем маленький человечки а у нас эта линия не кончается стена я я подберусь это стена но существуют такие области трехмерного пространства внутри которых просто нет трехмерного пространства да вот просто нет это называется трехмерное пространство текстура текстура да там ничего нет в принципе сложно но можно если они есть то исключение приходит недостаточно то понятно что есть одна из таких областей это происхождение ее до конца понятно размеры ее гигантские больше одного гигапарсета это значит один парсет это один гигапарсет это миллиард парсет очень очень большая область и все там ничего нет вот да а нет 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 если мы про это поговорим я вам сейчас сказал что очень сложно отличить нас от модели в компьютере если компьютера возьмется вселенной вот ну и большой успех вы знаете я тоже думаю что вы уже знаете ладно хорошо дальше общее обстоятельство я должен вам все равно сказать некоторые слова потому что те мы их не исключат я вам вчера уже договорил много ничего значит если вы опять что-то тихо-тихо-тихо устали хорошо звездная величина знаете что такое нет нет звездные величины поймите как визуальный ацент яркости звезд ну получилось так что самые яркие звезды из них начинали считать яркость они оказались самыми маленькими звездными величинами самые слабые звезды оказались большими величинами человек видит с нормальным зрением на небе звезды звездной величины слабее вот это практически не имеет Венера имеет звездную величину минус 4 ну и примерно вот так сделано а на самом деле вот есть чей чей кому спасибо вот 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 здесь я написал как сравниваются две звездные величины вот у нас есть одна звездная величина вторая звездная величина и вот здесь логарифт знаете что такое логарифм? нет логарифт логарифт это показатель степени если мы говорим всего 10 в квадрате равно 100 то вот в квадрате 10 2 2 это логарифт 100 по основанию 10 вот это обратная к 4 а тут что rg это это по основанию 10 а что просто это отношение сметимости реальная вот это значит логарифм отношения яркости а у них отрицательная минус 2,5 то есть это как раз то что чем звезда слабее тем больше ее ну по-сторожно мы работаем со звездными величинами но звездные величины это мы оцениваем земли а на самом деле можем вести зная где находится звезда по расстоянию пояснения м можем вести абсолютно звездные величины на расстоянии ячеймеров вот я это объясняю если мы берем звезду у Солнца видимая величина минус 2,6 минус 2,6 это очень явно но это то что мы видим в земли теперь нам нужно сделать для всех звезд разную haut светильность и одинаковую Мы говорим, что относим объект, нависит этот форсек от нас и сводит показать высоту величина. Почему? Почему надеемся не на форсек? Восемький форсек. На весь форсек. На весь форсек. Это ладно. Как приняли, когда водились, весь форсек. Снегом взяли, вы должны быть в 10, красиво все. Форсек, вы должны быть основной величина. А я думаю, что самая любимая цифра, а они не будут. Ну, все людей, самая любимая цифра, они не черпили. Вот. Мы из-за того, на древесер. Взяли здесь. Взяли здесь. Значит, на 10-ми га, воссе, как это там иностранная величина. Это характеристико излучение галактики сиропских оситов. Вот то есть поток излучения. Я вам уже говорил, это ясно. А ним ясно и 10-26 ватт на метр за сантиметр квадратный. Это очень слабые величины. Здесь минус 26-е следующее. Спектр объектов. Я вам уже слова говорил, зависит от динамолны. Частота динамолны между собой связки. Частота – это количество колебаний в секунду, а динамолны – это расстояние между двумя пиками в этих колебаниях. Они… да. Энергия еще изменяется достаточно. Но и джоули, и частоты между собой связаны. Мы можем делать наоборот рекомендацию, здесь парты на метр квадратный, зеленая на метр квадратный, зеленая на метр квадратный. Энергия – это в частности время, обратное начинание, количество колебаний в единицу в единицу. Ватты, ну, можно сказать, что за 5 секунд. Есть разные конверсии перевода одной системы единиц в другую. На самом деле, все единицы – это комбинация 300 единиц. Это длина, время, масса. Все единицы, которые мы называем – фуллоны, джоули, все можно получить из комбинации. Ну, спектр, как я сказал, изменяется. Это количество энергии в зависимости от длины волны включения, типа, подчастоты длина, волны, частота – это все вещи. Разные смещения, вы меня все по себе вписали, да? Излученное – полученное. Излученное имеет одно излучение, одну частоту – полученное и другую частоту. Ну, здесь виноваты. То есть разное. Излученное – полученное, деленное на излученное – это будет разное смещение. Какие примеры? Какие примеры вы знаете? Не знаете, что такое картинка нет? Нет. Нет. Что такое парадигма? Слово знаете? Нет. Вас слышали? Нет. Нет. Значит, да. Значит так. Парадигма – это длинирующая единиц или инопор единиц. Когда мы говорим, что парадигма Вселенной – это яркость, идея, космология, да, я тебе скажу, что за этим все расстоит. На самом деле, это не хормина мира. Если мы хотим сделать вселенную, мы должны задать в ней определенные параметры, чтобы она взяла так, как мы ее видим, эволюционировала. И мы знаем, что в ней должно быть 60% темной энергии, а зачем это яркость? 30% у нас должно быть вещества, из которых 26% – это темная модель. Мы говорим, что это с идеей. Вместе получается яркость крем. И яркость крем – это наша картина мира. На самом деле, я бы не случайно вчера показывал несколько раз вот эту картинку. А что это не картинка? А там была картинка. Вы вчера это заметили? Сейчас я не подписал. Какого это бета-картинка? Не знаете? Не отец. Ничего. Хорошо. Не прикольно. Это картинка 1886 года. Любителя астрономии. На самом деле, я уже сам профессионалом. Книжки для любителей астрономии. Завод его Кабир Клаваева. И у него в книжке много гравю. Это самое известное гравюро из экологических. Где вы видите, где зачет. Заглядывая за сферу там, где небо скотится с горизонтом, он смотрит, что там происходит. Эта картинка, которая характеризует, в частности, наши доставления о природе вслед на сейчас. Мы с этого вот не хранили. У нас есть физические законы, которые мы знаем. Вокруг нас они действуют. С этим знанием мы заглядываем за электропредел и пытаемся понять, что там происходит. Это работает. Это работает. Доказательства есть. Я вам сейчас покажу. Я буду. Доказательства есть. Наши знания работают. Цвет на нем. Значит, мы знаем электричество и умение его использовать. Электромагнитизм и законы работают. Вот. Точно так же мы приносим и идем дальше. Еще я вам вчера показал еще одну картинку. Чуть-чуть построенную. Как раз связан с радиостаномией мы можем подрисовать еще одну столу. Мы видим, что у нас получается в темном диапазоне, где мы ничего не знаем. Мы здесь все знаем. Мы видим, что эта антенна пробивается и видим дальше, что происходит в самом начале. Это запрещенная лекция о ревикторном освещении. Еще одну картинку, которую я транспрессирую. Вы уже помните. Расли-красные освещения о радиостанах. И хреникового фона. Радиостан. Радиостан. Теперь будем следовать. Финалинология. Знаете, что такое? Нет. Наука изучающая финалин. Наука изучающая финалин. Правильно. А что такое финалин? Финалин. 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 А сниски. Вас не используют еще? Да. Финалин. 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 Все молодцы. Потому что вы скучны. Значит, наука как раз занимается интелем. Конечно! Я вам бы сказал, выбросите философские слова топки. Достанете сейчас из топки философских словах 53-го хода. И увидите, что финалинология это ужасная девка припасть. Припасть не капитализма, а там еще и еще. На самом деле, действительно, феноменология — это наука проявления. Ну, есть просто область философии, которая связана с сетом социальных мнений, и потому что в другого рода есть свои всякие идеи, которые, чем маршизм и деминисты, это всё в другом роде. Так. И тогда вопросы. Радиокалактика. Что такое радиокалактика? Да. Радиокалактика. Это мозг. Отлично. В следующий раз. Да. Это галактика, включающая огромное количество радиокалактики. Это очень хорошо. А причины исключения? Пошли? Да. Мы все друг другу исключаем очень много радиокалактики. А это галактика? Здесь же немного. А модночники сравнили. Другие галактики. Мы не видим галактики. С радиокалактикой. С радиокалактикой. Не надо. С СОПТИкой. Обычно с радиокалактикой. Мы говорим, что это радиокалактика? Входим сюда. Сверху радиокалактики. Радиоизлучение сравнимо с оптическим. Все галактики являются радиоисточниками. Но механизмы излучения у них разные. Нейтральный газ, водород, он излучает. Остатки спущей сверхновых излучают. То есть звезда взорвалась, выбросила облако. Это облако реализовано от газа, там частицы, магнитные поля, частицы летят в магнитном поле, она излучает. Во всей галактике это не будет. Но мы говорим о радиоизлучении, связанном с тем, что происходит в центре галактики. Сахима, звезда. Ну и сравним сахимически. Ну и что? Какие-то цифры были. Вот в моем случае изучения, я сейчас расшифрую эти цифры, чтобы было понятно. Эту цифру, количество выделяемой энергии. Много опять мало. На следующем слайде я его запущу. И размеры радиоизлучения могут достигать 10-ти метафористов. Это сколько у нас метафористов? 300 миллионов метафористов. Света с конца в конец, а из-за 30 миллионов метафористов. Это вот такие налаги могут быть в радиокиапазоне. Теперь обойдемся сейчас. Все? Хорошо. Значит, оказывается, мы можем сосчитать мощность или сместимость всей Вселенной. Это 1056 лет. Во всех диапазонах длинного. Свет, радио, реген, регеновская, камера изучения. Мы все вместе просумеем и получим вроде бы не большую цифру. Цифра большая. Вот можете здесь включение радиоокалактики. Вот Солнце, которое мы видим в каждой фирме, это получает мощность. Вы можете сравнить порядки. То есть, мы это единиц таких радиоокалактик. То есть, если вам все будет получение обсидентного социального достижения радиоокалактики, то просто поделить. Вы увидите, что для этого необходимо сколько? 100 миллионов. 100 миллионов. Здесь почти, да. 100 миллионов. Обратите внимание, это конечное число. А что такое? Да. А что такое? Р, это единица измерения. А, ремень, это я не взяла. А, ремень, это я взяла. Сколько это калорий? Точно, единица калорий. Калории вам понятны, да? А это непонятны? Не проходит, что вы? Да. Это даже не знаю. Заименьтесь дальше. Значит, первые ответы калактики связаны со строительной астрономии. Чехас в зал пропускал? Нет. Нет. Значит, я вам буду показывать проявление и говорить красивыми словами. В 51-м году отождествили первые бухгалактики. Радиоисточники были открыты в 40-е годы, несколько суток. Радиоисточники были, примерно, один райисточник на сосвездие. Поэтому мы стали называть боевые сосвездия. Если там было два, то добавляли вместо А, Б. Там в некоторых засвездиях было по три миллиона источника. Добавляли С. Поэтому первые аристочники все имеют названия. Название сосвездия. Их там А, Б или С. Был список исключительно 16 объектов, которые издавались на действительность. Было непонятно, что это, их назвали радио слезами. Часть этих действительно оказалась остатками слез. Но часть было непонятно слезами. В 51-м году отождествили первый объект. Естественно, это был 9А. Это классическая радиополатика. Вот это радиоисточение. Мы видим в центре маленький источник. И по краям видим гигантские протяженные компоненты. С горячими пятнами на краях. Вообще, вещь удивительная. Мы находили красное смещение. Оказалось, что эти объекты дальше, чем все объекты, известные до известных личностей. А можно спросить? Да. А ведь красное смещение служит для расстояния еще? Красное смещение, мы не можем определить расстояние, если мы знаем модель мира. А что это такое? А что мы сейчас мы знаем, я уже сказал, рядом сидели. Мы знаем, что все это расширяется. Да. В разные эпохи она расширялась сразу с пояса. То есть мы не можем линейно посчитать расстояние. Мы должны пословить функции. Там сложная смещенная функция. Ну, пойдем надо посчитать. Линейно мы используем... ...среди расстояния только в 10-х вселенных. Это описывается в такой форме. То есть чем дальше от нас наладенько, тем злее от нас удаляемся. И есть коэффициент пропорциональности, который у нас настоящая форма. Это плакальная вселенная. Когда мы уходим далеко, там всегда. Ну, оказывается, смещение не зависит от модели. Ну, можно поверить, если и потом все есть. Отличные вещи. Оказалось, далеко от 17-й причины на... Ну, здесь вопрос о смещении я еще не говорил. Но на самом деле это большое расспещение по теме имитации. Но интересная вещь. Мы можем использовать дирекционеры, о которых я всегда говорил. Посмотреть, что находится в центре. В центре находится некий источник. Слегка конфиденционный. Но можно использовать другую эту ферму. Посмотреть еще больше. В точной разе находится почти компактный источник. И на самом деле все это происходит. Вот это очень интересное число. Ну, отсюда дирекционеры вылетают без комбинаций. Они называются джетом. Ну, джет-фабриски есть. Которые упираются в эти пронизионные компоненты, и потом все их комбируют. То есть, что-то отсюда выскрекивает в противоположные стороны, удаляется в более плотную среду, и образуются какие-то облака. И эти облака, значит, сильнейшие радиоисточники. Что? Что? Что умеет это? Соответственность один. На них все радиоисточники, те, называются по единым соответствиям. Потому что один-два источника на соответствии. Сейчас, я скажу, два миллиона. Света Урага. Видели такую ровку? Это ближайший блок. Она относится всего лишь в 4 мегапартии. Это сколько у нас? Примножаем на 3, получаем 12 миллионов. Вот это одна. Вот так она выглядит в логическом диапазоне. Вот видите? У него 10. Она напоминает шар. Хотя, на самом деле, это сервис. В центре есть какой-то перевод поиска. Он показан красный. И тут, видите, куда? Показано вот этими изолиниями, изоохотами, из линии, одинаковой яркости, радиоисточники. Куда? Очень интересная вещь. У меня есть в центре, на самом деле, что происходит в зоне. Да, по-моему. Все у меня хочется. Это мощность. Мощность исключения. Здесь есть. А! Ну, когда мы смотрим изображение, когда мы смотрим изображение, мы обычно отвечаем в теоретию. Кабинал. Мощность исключения. Мы смотрим изображение. Мы смотрим изображение. Мы смотрим изображение. И это коробка периодичная у него большая прививая полоса. Простите, а как раз это прививание, то есть властей, на районах? На районах? На районах? На районах? Да, это есть от принципа того, чтобы давайте, что это произошло спокойно. Смотри, сейчас пошло. Да. Ну, чем там, да, это вот как разница, практическая экологика, 17 лет, по-моему. А! Ну, как-то минута, не знаю, что это? Это минута 30. Здесь силы в одну градусе, 60 может быть в одну. В одну градусе, 60 может быть в одну. Народ, что делать, вероятно, надо делать, да? Да. Да. Ну, за то же, на полку, на это. Сон, что, что ли? Пять минуты, вероятно. Сон. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...